Сварочный аппарат Сергею Мешкову подарил лучший друг еще лет 10 назад. Теперь на левом берегу водохранилища вовсю кипит работа. Здесь, под открытым небом, молодой инженер воплощает в жизни свои, казалось бы, на первый взгляд, безумные идеи. Новость о том, что на водохранилище появится плод, который свободно выдержит более 12 тонн, облетела просторы интернета со скоростью света. На самом деле инженер строит более сложную конструкцию. Это плавучая дача. Жилое пространство займет около 80 квадратных метров. Возможно, в будущем еще будет надстройка. Регистрировать плод предстоит как плавучий объект. А на такие объекты, как известно, законодательно накладываются определенные ограничения. Плав-объект, он, получается, не имеет возможности перемещаться. А плав-средство, получается, это предназначено для транспортировки людей в каких-то рекреационных целях или коммерческих каких-то целях. Проект Сергей вынашивал много лет. За это время успел закончить несколько высших учебных заведений. В итоге так и не стал юристом, зато освоил сварочный аппарат. Хотелось бы жить где-то ближе к природе, ближе к птичкам, собачкам. Второе, конечно, финансовая часть, скорее всего, баня будет под съем. А если баня пойдет, деньги пойдут, то хотелось бы расширить плод и тогда, ну или рядом такой же поставить. Основа плав-объекта по задумке будет состоять из еврокубов. Эти пластиковые бочки применяются в промышленности для хранения и перевозки сыпучих и жидких грузов. Затраты на детали и материалы ушли немалые. Сергей Мешков исключительно на собственном энтузиазме без поддержки спонсоров вложил в эту идею уже более 400 тысяч рублей. Но, по его мнению, деньги – это не самый ценный ресурс. Свободное время – 6, 5, 4 дня в неделю. У меня вот уже на протяжении 9 месяцев уходит. Кажется, что это все так просто. А на самом деле тут загрунтованная конструкция, причем как автомобили грунтуют фосфортирующим грунтом. Потом в три слоя покрашено белорусской краской для судостроения. Ну, травкой обшиты. Это кажется, что это просто для красоты, на самом деле, чтобы еврокубы не царапали красочное покрытие. Чтобы реализовать идею, понадобились не только крупные финансовые вливания, но и рабочая площадка. Реализовать творческие планы инженеру помог давний товарищ Сергей Шамарин. Воронежцам он известен как основатель приюта для бездомных собак. Он ко мне обратился, что есть у него, значит, из чего сделать плод, но негде вот базу сделать. Я говорю, ну, да вот, пожалуйста, здесь, во-первых, собачки похороняют и все. Конечно, из чего тут у нас многие воронежцы восприняли, что я это строю на свои деньги. Просто, знаете, смех. Ни рубля он с меня не взял. Я вот ему, что, знаете, как удлинитель мы прокинули, и все. Ну, пользуйтесь человек светом, электричеством. Все. В приюте примерно 800 животных. От огромных алабаев до совсем крохотных дворняк. Во время пробного запуска плавательного объекта воронежские новаторы решили протестировать его прочность как раз на собаках. По словам Шамарина, на плод помещается около 50 особей. Друзья планируют для них водрузить на самодельное судно металлические вольеры. Маршрут уже намечен. Хозяин приюта уверен, что подобная водная прогулка придется по вкусу его домашним питомцам. Все-таки хочется сначала к Чертовицку сплавать. Где-то там на островах собак выпустить немножко, чтобы они побегали. Представляете, им будет какая радость. Они же, это такие же дети. И, ну, потом хотелось бы, может быть, если будет это праздник, может быть, до 26-го успеем, день морского флота, как раз вот припарковаться у Адмиралтейской площади. Впрочем, удастся ли четвероногим в компании с людьми покорить Воронежскую акваторию, станет известно только после проверки Государственной инспекции по маломерным судам.